Я наконец-то добралась до нового реконструированного пляжа в Симизи. Ну да, первый шторм и как бы еще половины не будет. Смотрите, ау-ау, господи, она очень отесная. Друзья, всем привет, с вами из Крыма Алена Бордовская. Мы сейчас находимся в Симизи, но видеоролик не об этом. Я хочу поговорить с вами о том, что ожидается в Крыму в августе. То есть будут ли его закрывать, открывать, что уже закрыто, чего уже нельзя, что еще можно и вообще что нам теперь делать. Первое, что хочется обсудить, это то, что в Севастополе и в пригороде сейчас запрещено отдыхать в местах размещения без QR-кода. Но говорят, что на квартирах, в частных домах размещаться все-таки можно, поэтому пробуем. Но в остальном в Крыму пока эти правила не действуют. Мы сейчас, кстати, находимся в нашем отеле в Симизи. У нас есть даже детский уголок. Мелкий кокс спрятали сейчас, потому что дождик идет. На самом деле с 1 августа вроде бы сначала сказали, что в Крыму все будет хорошо, всех будут пропускать вообще без проблем. Но сейчас обстановка в Крыму именно с заболевшими очень накаленная. Очень много заболевших, и поэтому, скорее всего, что-то будет предпринято. Но это пока не точно. Аксенов сказал, что если ситуация не улучшится, то мы будем вынуждены принять меры. Поэтому следим за ситуацией, ребята. Подписываемся, нажимаем на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. А мы сейчас сегодня с вами пойдем, знаете куда? На пляж Симизи, пляж Вива. Его сделали, реконструировали. Каждый год он развивался в пух и прах, об штормах. Посмотрим, как он выдержит эту зиму после реконструкции. Ну и посмотрим вообще, что там сделали. Симиз я обожаю. Это ЮБК, южный берег Крыма. Это недалеко совсем от Ялты. Здесь воздух морской перемешивается с хвойным воздухом, что очень-очень полезно для легких. Это прям, видите, реклама Крыма, реклама Крыма. Здесь есть, кстати, в Ялте тропа Боткина, где поднимаются люди, которые там туберкулез или проблемы с легкими. Они специально поднимаются по этой оздоровляющей тропе и набираются, как говорится, в легкие полезного воздуха. Легкие сами очищаются и происходит естественное выздоровление. Вообще Крым это здравница. Если кто не знает, посмотрите, например, видео про санаторий. Полтава, Крым. Я давным-давно снимала. Это сакские грязи. Очень чудотворное действие произвели они на мой организм. В нашей семье произошло чудо. Но как-нибудь я про это уже расскажу потом. А сейчас давайте с вами прогуляемся. Несмотря на то, что здесь отель, в котором я постоянно обитаю, я наконец-то добралась до нового реконструированного пляжа в Симизи. И я просто в шоке. Смотрите, там есть качели. Посмотрите, как все аккуратненько, красивенько. Сейчас пройдемся, полетаем, все посмотрим. Здесь есть и камни, как я люблю. И пляж цивильный, как кто-то любит. И вон там что-то происходит. Короче, мы на закате. И мы начинаем. Раз, два, три. Купаль. Пойду попробую море на вкус и на температуру. Потом все расскажу. Поплавать надо срочно. Освежиться. Жара стоит несусветная. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уважаю закатнее или рассветнее? Рассветное закатное море, правильно ли? Людей мало, комфортно, не жарко. Вот переодевалочка такая. Лежачки такие здесь прям суперские. Качельки, все чистенько, беленько. Людей нет. Где-то шумит музыка. И мы, конечно же, идем на ее зо. А, друзья, вот она где собака порылась. Топчанчики на берегу моря. Ну, можно заказать кальянчики, пипчанчики, винчанчики. И куча из всяких чанчиков. Класс. Друзья, несмотря на то, что тут такая галька еще неотесанная, потому что новенькая, вы просто посмотрите. Ау-ау. Господи, она очень неотесанная. Вы просто посмотрите на это море. Это просто что-то с чем-то. Тут еще сделали такой островок. Просто вообще кайф. Посмотрите на море. На море. Его как будто бы здесь нет. Где граница? Где море? Где земля? Обалденно. Друзья, я прям советую в вечернее время людей мало. Море. Как стеклышко прям. У-у-у. И настроение. Все, пошли в кафе. Это просто вообще что-то сверху. Что тут происходит? Променад какой-то. Туда же есть ковровая дорожка. Не, ну, ребята, прям любо-дорого смотреть. Любо-дорого смотреть. Подарошечки ковровые при полном параде. Красота, красота. Туалет 25 рублей. Ну, как обоих. Смотришь, кусочек цивилизации, музыки, красоты. Тут раз сразу. Ага. Не расслабляемся. Еще не все доделано. Еще не все сделано. Но дорога, посмотрите, какова набережная. Уже ходить приятно. Секундочку, друзья, чтобы вы понимали масштабы ситуации и моей радости. Видите, вот весь вот этот пляж, вот этот пляж, вот этого всего не было. Урночки, боже. Крымские урночки. Редкость. Вот это все было закрыто, был открыт только вон тот пляжик под горой. Каждую зиму штормами набережная семьи заразбивалась. Ну, до таких дыр прям. И очень много денег уходила на восстановление. Так что посмотрим, как переживет эту зиму этот пляж. Смотрите, какие свеженькие ступеньки. Тут пляж. Вот это все было закрыто. Люди очень переживали, что к сезону не откроют пляж, и людям негде будет купаться. Просто там пятачок реально маленький. Ну, а теперь вообще как? Друзья мои, ну, просто песня. Вот просто сказочка. Мидии, пиво, круги и все остальное. Смотрите, куча вот таких кораллов. Здесь не просто так. И, кстати, цена здесь выше, чем в других местах. Ну, реально, 250 рублей. Ну, не суть. Почему их так много? Потому что вот эта вот новая галька, она еще не отесанная. Она по ней ходить очень тяжело. Я вот сейчас прошлась, чуть с ума не сошла. Ну, лучше в коралл такие тапочки покупаешь, и прям в них можно плавать. Самое главное, что может быть, оплата карты. Кстати, многие телефоны берут, по телефонам и в Крыму рассчитываться нельзя. И все такие, типа, я же, у меня же есть карта, вот мой телефон. Нет, дружок. Санкции. Обалдеть. Смотрите, как будто с картинкой какой-то, с постера. Вообще, очень красиво, очень красиво. Вася, хотел обратиться к тем, кто любит Анафу. Ну, просто мы ее не понимаем, но это сугубо личное мнение Вася. Я тоже просто серьезно не понимаю людей, которые едут в Анафу, когда можно, например, поехать на Ибука, в Симис. Здесь офигенно сочное море, просто шикарное море. И сумасшедшие виды. И вам не надо стоять в Анафе там по колено, с людьми вот так рядом, ну, там то, что, ну, может быть, потереться с ними. Там теплее, конечно, то, что люди рядом. А здесь сочное море, просто офигенно. И оно чистейшее. Здесь нету песка вот этого. Ну, возможно, еще, кстати, в песке дело, потому что песок все-таки, он муть подымает. Ну, подожди, Поповка, Оленивка, вспомни, там как слеза, вода. Да, тоже не важно. Ну, хотя песок. Ну, в общем, короче, Крым. Чувствую меня. Крым о любом. Ну, что делать? Ну, что делать? Другие места тоже классно, но мы любим Крым. Не, если хотите классное, наверное, пиво, там 412 видов пива, то это Анапа и Витязева. Витязева, наверное, вообще 800 видов пива. Вот это туда. Едей, едей, смотрите, гайки. Вася говорит, тут уже асфальт падает. А может, это просто его так положили, не доложили? Ну, да, первый шторм и как бы еще половины не будет. А что они не закрыли чем-нибудь? А, Вася? Не знаю, дорого, наверное, им было. Бордюрчик делать. Может, чуть-чуть лень вечером был футбол. В общем, ходили-ходили и решили здесь остаться. Оказывается, вот это место и птица-бар, ну, короче, их сеть вот этих ресторанов, кафе, баров, вот у них уровень такой, что вот просто у любого ялтинца спроси, знаешь про птицы-бар, скажут, что, боже, это самое классное место в Ялте. Поэтому, если вы будете в Семизе, советую сходить вот на такие чертопчанчики на пляже. Посмотрите, вот я сижу, мне сейчас принесут бокальчик вина и вот, посмотрите, закат. Ну, очень красиво, да? Атмосферу, просто поймайте атмосферу. Я понимаю, что ни одна камера этого не передаст, но я знаю, что вы почувствуете мое настроение сейчас. Ну что, доброе утро. Вот, с таким шикарным видом. Сейчас пойдем на пляж, я вам покажу, что у нас тут еще рядом есть. Вот так вот выглядят у нас номера. С нами Настя сегодня. Здесь у нас парковка на 12 машин, кстати, реально можно разместить. И вот кухня, сейчас покажу. Я уже показывала в прошлом ролике летний душ, беседка и там мангальная зона. Ну, давайте еще раз покажу. Боже, как я обожаю этот звук с икаром. Вот она, мангальная зона. Почему-то многим важна парковка. Парковка есть. На кухне у нас есть стиральная машинка, микроволновка, плита и вся необходимая посуда. Бокалы. В рюмке даже есть. Кружки, кастрюльки, сковородки. Холодильник у каждого в номере есть свой. Детская зона и качели обязательно. Сейчас покажу, как мы пойдем. Вот здесь вот есть у нас тропинка. И вот там потом тропинка. Потом направо, так, чик-чик-чик-чик, три минутки и мы на пляже. Сейчас покажу. Так, на завтрак-то я ж не пойду в сиськах. Ну, в смысле, в купальники. Там где-то было плач. Доставай. Мы решили сначала позавтракать, а потом уже на море. Растрясти наеденные калории. Потом можно вот на турники сходить, позаниматься. И последние калории дотрясти. Друзья, буквально в одной минуте находится кафе Диана. Сейчас сначала сходим в магазин, в мини-маркет, посмотрим цены. Ой, как шумно. И потом пойдем позавтракаем. И вот Диана вход в мини-маркет. Здесь есть фрукты. Апельсин 170. Ну, мне кажется, дороговато, конечно. Бананы какие-то грустные 130. Вообще иногда интересно посмотреть, сколько что стоит в сельском магазине. Масло литровое 110. Водичка маленькая 60. 35 есть вот в святой сточнике. Маленькое. А, пиво. Всех интересует пиво. А, вот. Жигули 80 рублей. Ну, это дороже, чем где-то в прошлый раз, где я была. Все-таки мороженое, колбаски. Ну, то есть нужно понимать, что тут будет чуть дороже, чем везде. Молоко, кефир 50. Йогурт 65. Йогурт. Летом, когда жара, когда солнце, всегда почему-то хочется. Йогурт. Вообще молочку хочется. Зашли в кафе. Яичница с ветчиной. 270 рублей. Ну, не скажу, что дешево, но когда совсем нет времени готовить. И, в принципе, здесь вкусно. Вот в этом кафе вкусно, кстати. После завтрака чуть вернулись к отелю. Вот наш зеленый красивый отельчик. И вот поворачиваемся. Настя уже начинает спуск к морю. Хочу вам показать, что тут реально 3 минутки. Сейчас у нас 11.28. Настя, запомни, 11.28. И мы идем. Да, знаете, бывает, приезжаешь в Крым, говорят, да море! 10 минут спокойным шагом. Потом ходишь и ходишь. Ну, вот мы вот так сейчас пойдем. Вот так, вот так. Там чуть-чуть завернем, уж все показывать не буду. И попадем на пляж. Пляж сейчас покажу. Мы вернулись за поворотом, смотрим время. 11.31. Ну, ладно, еще минуту даем себе на спуск и раздевание. Вот так. Тут есть такие зоны закрытые. А мы пойдем вниз. Там вот очень крупный камень, поэтому мы пойдем вот сюда. Здесь как раз пляжик. Можно с детками пойти. А мы с Настей на пирсик пойдем. Ой, морь-ка сегодня какое! Здесь есть несколько зон с синьком. Видите, как бы навесик получается. Хороший вход с детьми. Вот там. Ой, сегодня волнушка. И вот здесь еще тенечек. Здесь всегда людей, ну, нормально. То есть немного, иногда бывает немало, но всегда есть место. То есть это тебе не центральный пляж Судака, так скажем. Возьми еще, посмотрим на это все дело с этой стороны. Ну, как это выглядит. А мы будем на пирсике. Так, все, пришли. Самое главное это температура моря. Слушай, каким бы оно не было чистым, главное, чтобы оно было теплым. Сейчас проверим. Смотрите, комета плывет. Она работает. Быстро так. Идет, идет. А то сейчас сразу мне напишут. Будем сейчас пробовать. Море. Да, холодно. Холодно? Да. Спойлер. Да ну, блин, ну не так холодно. Если вы целый день грелись, то вам кайфово. Настя, вырывай камеру давай ко мне. Субтитры сделал DimaTorzok